Что будет сейчас? Не хочу быть вот этот, знаешь, дипломатичный такой. Ты вот летаешь туда-сюда. Родину ты оставляешь. Нет. Сволочная тема ужасная. Ты продавала чай? Я всех хотела расстрелять. Почему? Чего париться? Негласный был запрет. Артист должен получать гонорар за свою работу? Подумал, что я там должна или там обязана. Я не понимала. Это вообще бред какой-то. Моя какая-то собственная независимость, она бесит. Пожалуйста, до свидания. Тивара, привет. Мы рады приветствовать тебя у нас в гостях. Как ты долетел? Я знаю, что ты с самолета. Как настроение? Все такое вот сбалмошное. Мне нравится у вас в гостях. Хорошо. Я рада тебя видеть, Салим Ерш. Там на тебя не видела. Уже двое детей. Да. Ты молодчина. У меня все хорошо. В связи с концертами, естественно, темп громадный. Тем более, что впервые я являюсь организатором концертов и привлекаю много интересных людей. Что-то всюду причем. Ну смотри, два года назад был твой последний концерт в Ташкенте во дворце форума. Затем была презентация. Но она была закрыта. Закрытая в Хаяте. Что будет сейчас? Десятитысячный стадион, Хумо-Арена, Сивар-Назархан. Что это будет? Ну это не такая большая площадка. Хотя для нашего региона это впервые такое большое действие. Зал действительно бомбовый. И он мне почему-то напоминает, знаешь, летающую тарелку внешне. Когда на нее смотришь. А в целом, конечно, это получилось, знаешь, как, до события вообще, как бы до включения в арену, у меня уже набиралась такая вот мысль сыграть с оркестром. Это такой симбиоз, получается, соединение моей банды, ансамбля, значит, хора и оркестра. Вот такая вот троечка, да. Мы сомкнули все это и получили предложение, как бы, сотворить такое чудо в Хумо-Арене, на что любезно мы согласились, потому что зал интересный, зал вообще не концертный. То есть он, знаешь, сплошное испытание для артиста. Потому что я знаю, что какие-то концерты там проходили, но такого масштаба и такого звучания, это, ну, вообще на аренах это бывает мало, на мировых аренах. То есть они как бы все-таки берутся арены другие концертные, а это арена хоккейная. И здесь зона проработки очень большая везде. И лед покрытие, и как утеплять лед, понимаешь? То есть мы думаем настолько детально, что, в принципе, самим не верится, что мы охватываем такой масштаб. Вот, поэтому я влилась буквально максимально, привлекла своего товарища, он прилетел из Киева, Саша Гордеев, и мы вот вдвоем включились в этот процесс. Это немыслимо, это странно, потому что на такую площадку два человека, которые, знаешь, берут охват буквально до всех точек, включая там билетная система, там бухгалтерия, сцена, за сцены, стройка, монтаж, но потом как демонтаж будет происходить, и временные сроки, в которые надо уложиться. Это все, конечно, интересная задача, потому что тут, как ты знаешь, не сильно это все развито, поскольку система, ну, подача совсем другая, и как бы наша такая общая главная деятельность, это все-таки по большей части торжества, свадьбы там и так далее. И если это и концерты, то сама ты знаешь, как они проходят, зачастую это все-таки такие, как бы, ну, грубо говоря, фанерные концерты. Хочется видеть, чтобы молодняк все равно как бы развивался, и чтобы он поддавал себя и не боялся этого делать, но все-таки в живом звучании. Хотя порою, когда слушаешь «Живяк», думаешь, боже, включи-то просто плюс, пусть это все звучит сносно, и, как говорится, это неубиваемые уши. Музыка Твой концерт во дворце форумов, я помню, ты говорила, что к тебе приезжал специальный звукорежиссер из Москвы, который вот настраивал комфортный звук для зрителя, потому что ты говорила, что там вот этот звук идет в купол, что тут такая конструкция какая-то непонятная. Лапочка. Было такое, и это не просто там специально, он реально профик. Димка Куликов, он будет в этот раз уже со своим помощником, потому что на сцене нужен мониторщик, и в зале нужен человек. Это как минимум два, на самом деле, четыре человека должно быть вообще в идеале на такую, на такой зал, как арена. И Дима, он и студийный звукорежиссер, и концертный. Это бывает не так часто, потому что звукорежиссер разделяется, они конкретно либо концертники, либо они студийные, потому что они как бы не поспевают. И еще в то же самое время он преподает. То есть он реальный знаток своего дела, который не останавливается на достигнутом, он изучает, постоянно двигается вперед. И в этом вся его прелесть, и все мое притяжение к нему. То есть у меня нет как бы для него конкурентов, лично для меня, потому что он знает, как я звучу, он чувствует, понимает, и сейчас вот для него тоже большая задача всех совместить. Вот эти все 120 человек, это вообще не так просто, потому что, опять-таки повторяю, этот симбиоз, он вызывает много сложностей. И поэтому его приезд, наше ограничение во времени, хотя у нас два дня монтажа, это вообще фантастическое дело, обычно так не бывает. Люди в день концерта все строят, все настраивают и прогоняют, как бы гонят концерт уже. У нас есть такое время, но и объем есть в том смысле, что постройка сцены экранов занимает колоссальное время. Поэтому мы тут должны поспеть с расписанием. Успеем ли? Хочу верить, что успеем, потому что нам самое главное настроить звук. Люди будут смотреть на экраны, но они будут слушать. Им нужен этот комфорт. Вот, и поэтому Дима тут необходим. Если бы, конечно, присутствовали ребята тут, я бы к ним обратилась, честно. Но я знаю просто, что здесь ребята, они даже и не берутся, в принципе, просто чтобы не подводить, они как бы сами говорят, Сивар, ну, наверное, лучше так. Поэтому как бы это, здесь уже вопрос не стоит. Поэтому он не специально, он просто парнишка, который со мной катается везде. То есть мы катаемся, ездим, разные форматы выступления, где-то бывает даже просто под минус. Но тем не менее, он отстраивает звук так, чтобы это было вот в ушки, вливалось все, так знаешь. То есть он тебя знает и знает как надо. Ну, Трома ее знает, да. Вот это самое главное. И ребят в то же самое время. И для него сейчас новой компанией будет хор и оркестр. Поэтому он, я надеюсь, они справятся. Ты несколько раз в интервью, очень часто говоришь в интервью, что твоя музыка, она более как бы камерная. Десятитысячный стадион, это про камерную музыку? Вот самое интересное, что такой, знаешь, весь коллектив, ну, образно в 120 человек, он дает уже ощущение некамерности, потому что это большое количество людей на сцене. Второе, сама подача. То есть я как бы очень хотела бы отметить, и я буду теперь сейчас в интервью делать это очень так насыщенно, отмечать тех, кто участвует. Это Кемаладан Урымбаев, дирижер наш великолепный и вообще человек просто блестящий. Его оркестр в количестве 80 человек, вот молодежный оркестр, симфонический, а также при молодежно-симфоническом оркестре хор, значит, которым руководит Юлдус Хуснидинова, целый доцент. Хотя она моя близкая подруга, и так получилось, что впервые, наверное, лет за 20 мы вдруг случились вот на сцене, да, как бы, худохолиса арены. И как бы вот эта вот сама программа, она настолько, знаешь, ну не люблю я это слово, конечно, космически, но она каким-то волшебным образом сплетается друг с другом. И поэтому, ты понимаешь, в чем дело? Нам же надо, как бы, в любом случае зрителей всегда готовить. Понимаешь? Мы не можем только ориентироваться на него, потому что это достаточно такая взаимная отдача, потому что тут за что-то переживать, беспокоиться, а понравиться, а не понравиться, и ты реально проиграешь. Тут очень важно, чтобы тебе очень сильно нравилось. Конечно, чтобы такого отлета не было в космос, знаешь, там непонятно как, непонятно что. Поэтому тут идет такая жесткая работа с текстом. Ну какая программа будет? Вот во дворце форумов у тебя... Ну она была компактная, там была моя группа, а здесь будет программа, ну представляешь, это соединение, значит, моей группы, оркестра хора, и, ну как она получается? Ну такая хорошая оркестровая подача мощная, причем при этом будут звучать еще и сэмпла, при этом будут звучать и ребята, бас, такие мягкие, где-то очень такие, знаешь, конкретные нападающие барабаны, перкуссия, а также перкуссия, которые есть в оркестре. И самое, что сложное, соединять это. Поэтому я, значит, ну как бы так получилось, что вызываю команду извне, потому что тут, ну как тебе сказать, из-за того, что этого опыта не так много здесь, вот такого соединения, то есть самого симфонического звучания, оно есть. Оркестр играет, он достаточно популярен, у них такая очень активная программа, у Кемала дана, они делали open air, ты знаешь, там, да, то есть это такое, классическое звучание, а здесь оно будет, конечно, не классическим, тут звучат мои композиции, мои песни, мы это все профильтровали, мы это все переизнанили, мы это все перемололи, они звучат иначе, многие песни, и поэтому, ну как тебе сказать, какая подача, вот такая она будет, она будет волшебная, она будет настоящая, про жизнь, вообще про все, про борьбу с самим собой, внешним миром, почему, ах, ох, любовь там, я не знаю, понимаешь, но в таком, в глубочайших, богатых цветах, поэтому здесь, как бы, знаешь, такой идет акцент на ядро, на содержание, понимаешь, вот эта форма, какая она, ну кому нафиг это интересно, понимаешь, люди не задаются этими вопросами, они сами, не понимая, понимаешь, непроизвольно, вернее, люди, зрители, это настолько обалденная, фильтр, вообще зрители, да, которых обманывать просто бесполезно, в музыке особенно, но никак, по жизни, да, людей можно подобмануть, как ты их там, знаешь, покуролезиться, а вот в музыке невозможно, они все это понимают, они чувствуют, может быть, какая-то категория людей не врубится, это тоже нормально, понимаешь, они не обязаны все все понимать, но каким-то образом я чувствую, что в программе будут песни, которые зацепят каждого, потому что есть отдельные номера интересные, то есть, знаешь, вот это то, что у нас популярно говорить, мне много сюрпризов, я не хочу открывать сюрпризы, вот, да, это все не про сюрпризы, потому что это не развлечение, это очень глубокое, как бы это, как тебе сказать, очень глубокое высказывание, наверное, мое личное, да, которое будет резонировать, сочетаться, гармонировать, может быть, да, со всеми абсолютно, понимаешь, иногда мне говорят, вот у вас особенная публика, вот вы знаете, у вас вот, а как вы вот это все соберете, а я в ответ хочу сказать, понимаешь, когда я два года на ипподроме продавала чай, в свое время, да, а потом, как бы был момент, когда мы, ну, на базарах, как бы это все происходило, и для меня это был момент очень важный и очень страшный, потому что я, ну, не базарком, но, ты продавала чай? Да, да, мы готовили с мамой чай, лед, все очень было, знаешь, гигиенично, аккуратно, там, промывали все, ну, воспитание такое, и бомбовая тема была, знаешь, просто она меня немножечко обескураживала, потому что, ну, я совсем не про это, я это поняла просто, я хотела свои карманы, я не хотела зависеть, и как бы это все, то есть я хочу сказать, что внутри, в глубине людей я всегда присутствую, и, в принципе, я не сильно от всех отличаюсь, ну, там, если вдруг узнают, то приятный момент, а так, в общем и целом, я хочу сказать, что любая публика может присутствовать на этом концерте, потому что наши билеты, они идут от 30 тысяч сом, это такая достаточно доступная цена, и этой зоны в 30 тысяч сом, ее немало, а потом 60, а потом 90, ну, и так далее, там есть, конечно, свой край, он вполне адекватный, многие могут это позволить, поэтому мы, как-то, знаешь, думали обо всех, изначально. Ну, а как люди тебя будут видеть, там будут какие-то, наверняка, экраны, да, что-то такое, что галерка? а, нет, слушай, вот, кстати, вопрос интересный, а можно нам хорошие места, это, я думаю, так, ребят, это не концертный зал, и будет везде хорошо, потому что мы предусмотрели, ну, реально, такие неприлично, неприлично большие экраны, чтобы прямые эфиры, соответственно, чтобы это все было видно вообще, с любой точки, а захват нашей сцены, и глубина, да, куда сажается весь этот большой коллектив, он идет с учетом того, чтобы там, где уже как бы идет периметр, где начинает садиться, начинает садиться зритель, они будут все видеть, вот даже вот там сбоку эти сидящие, да, с той точки, абсолютно, то есть, это наша главная задача, обеспечить комфорт каждому зрителю, без исключения, у нас будет как бы вот эта тема фановой зоны, да, как она называется, то есть это вот прям по периметру, концертный такой вариант, будут усаживаться люди, было большое переживание, что лед холодный, потому что некоторые концерты, которые проходили вот осенью, зрители очень жаловались, да, холодно, холодно, и мы предусмотрели пол утепляющий, где можно будет в носках сидеть, по крайней мере, нам так обещают, понимаешь, поэтому... Приходите на концерт в носках. Да. Ты же очень много вот за рубежом смотришься, знаешь, как там настроена эта индустрия, как там они готовятся к концертам? За полгода? Нет, практически так же, я думаю, что они достаточно раньше подходят, это зависит, конечно, от самого артиста, насколько он респектабельный, насколько у него все схвачено вообще вот по опыту жизни, и насколько затратно все происходит, потому что сейчас время достаточно экономичное, понимаешь, и большой такой идет, как тебе сказать, перебор вообще со всеми, с артистами в том числе, и поэтому, конечно, удивлять публику невозможно практически, ну, вот в это время подохло, что ли, я не знаю, и, конечно, они, я всегда вот вспоминаю эти наши туры, миллионы лет назад с Гебриэлом, когда люди работают, ну, как бы в мониторах вот с... С рациями? С рациями, да, тихо, не понимаю, о чем они там говорят, но о деле идет, да, они не кричат, они там не базарят, друг на друга там, их это, не шпинают друг друга, и все это тихо-тихо, и вдруг ты понимаешь, что у тебя уже вот стадион, он уже весь построен, уже все хорошо, все поставлено на рейсы, потому что это многолетний опыт, и в зависимости от артиста, если артист как бы растет и хочет, чтобы его, ненавижу это все, шоу-моу, ну, чтобы его концертная программа, она все-таки менялась с годами, конечно, они это, они вкладывают, это большое вложение капитала, чтобы провести хороший концерт, и громадная работа с подбором профессионалов, вот и все, вот и весь, наверное, такой захлест к тому, чтобы концерт был благополучным, во всех смыслах. Тут самое главное вообще в этих концертах, это перспектива, ты знаешь, вот, я не знаю, как ты живешь, но я когда живу, как бы, во времена проектов, у меня уже, в принципе, задумки на последующие дела, то есть я, конечно, живу, горю, это все, но я понимаю, что это не конец света, это не твоя последняя, ну, хочется верить, что ты будешь жить долго, что это не твоя последняя, там, акция, проект, и ты начинаешь уже, как бы, понимать, что и для арены это будет полезно, то есть даже этот пол, который предполагается и в последующих проектах, потому что концерты ожидаются, там, немало концертов ожидаются, и это остается, понимаешь, и для них, вот эта форма подачи, где им будет комфортно, где не будут жаловаться, и, в общем, как бы, с нашей, так сказать, все-таки с нашей, больше, наверное, подачи, у нас идет вот такое вот заземление полное и с ареной, да, с ребятами, кто там работает, сотрудники, хорошие ребята, молодые, знаешь, такие, они прям реагируют, это очень важно, потому что, ну, чего греха таить, опыта не хватает, понимаешь, люди, как бы, полны амбиций, сталкиваемся со сложностями, но они неизбежны, без них никак, салим, ну, даем мы там концерты в Америке, например, да, для местной публики, скажем так, там тоже куча вопросов, сами понимаешь, и то же самое на любой другой арене, как бы, не нужно, это все немножечко такие, знаешь, предубеждение, что, когда люди говорят, ой, а вот там вот все, шоколаде, все хорошо, нет, грандиозная, грамотная работа проходит. Очень много, и Англию, и Россию, вот там же были тоже разные площадки, тебе приходилось работать на разных площадках. Да, и мне не зазорно, как бы, признавать, и может быть даже, я уже, в принципе, этим не хвастаюсь, в том, что качественная подача концертов моих всегда была, понимаешь, не просто там, тупа, прогремели, закончили, нет, конечно, обязательная проверка звука, обязательно сцена, какая фоновая идет там позиция, у нас вот мы отошли от темы экранов, на экранах будет происходить, конечно, и визуалка, потому что, если ты уже поняла, декорациями мало кто уже увлекается, декорации уже в экранах, они все там прописаны, построены, зависит от графистов, как они работают, от их подачи, от их возможностей технических, что у них имеется, да, вот, но я тебе должна сказать, что наш регион, он удивительен тем, что вот в мире мало кто мог бы подстроиться под те условия, с которыми работают наши ребята, практически везде, да, телек, любые графисты, каратисты, я не знаю, любую сферу, у нас умеют из ничего, в принципе, конфетку сделать, да, и делают это, понимаешь, и делают это красиво, и делают это творчески, я реально не хвалю, потому что я сравниваю, я понимаю, когда, например, я говорю условно там с москвичами, у них совсем другие, так сказать, аппетиты, у них другая подача, и ты там очень должен быть разборчив, ну, как, впрочем, и везде, ты должен понимать, к кому ты обращаешься, с кем ты будешь это делать, буквально недавно у меня были сравнения, визуалку здесь или там делать, ну, как бы, там была другая математика, и я когда услышала, увидела подачу, я немножко ахнула, удивилась, как так можно, понимаешь, это настолько нетворческие, это настолько шаблонные, бам-бам-бам, обстреляли, вот такой тебе ценник, пожалуйста, а вот как хотите, а тут, естественно, как бы, все гораздо иначе, ребята, все хотят зарабатывать и должны зарабатывать, понимаешь, и это правильно, люди должны получать за свой труд нормальную зарплату, грубо говоря, у нас этого, конечно, зачастую не происходит, но тем не менее, вот, чего не отобрать, не знаю, вот это в узбекской краю, что ли, как-то прописано, что, что есть вот этот посыл творческий, теплота, понимаешь, есть чувство, конечно, мы очень романтичны, по большей части, но, в общем и целом, когда работаешь с ребятами, ты понимаешь, насколько мир их внутренний, богатый, они даже не подозревают об этом многие, знаешь, когда они это выдают, у них же это автономно происходит, а зачастую ты ловишь себя на мысли, что, блин, сколько талантливых пацанов, они просто многие, или и девчонок, которые, ну, в принципе, только не знают, куда просто двигаться, а так там грандиозно, мир просто сидит, зреет сам по себе, знаешь, такой варится, вот, поэтому, в данном проекте, как, впрочем, и в предыдущих, ну, просто развитие происходит, и сейчас тут такого отрыва нет, конечно, ментально я обязательно чувствую наших людей, наш народ, нашего зрителя, я его люблю, иногда мне спрашивают, такой зритель, где этот, уже там к 43-м годам, понимаешь, все уже выровнялось, какой зритель, что такое, какой зритель, что он там одет классно, не знаю, чувствует по-другому, что все, у всех сосуды кровеносные, сердце все, как бы мы все похожи, понимаешь, эти внешние данные, они никак друг друга сильно не отличают, понимаешь, женщины там, из области, там, из нашего региона, Ферганское долине, она будет сидеть и так же реветь, как и, я не знаю, какая-нибудь роскошная девушка, которая там прилетела из Монако, все то же самое, понимаешь, ну, соответственно, если она понимает, в данном случае, узбекский язык. Ты такой, скажем так, экспериментатор, в плане того, что ты можешь доверить свой концерт совершенно молодому человеку, Хабибула Набиев, в прошлый раз был твоим со-режиссером, да, вы вместе сотрудничали, в этот раз у тебя есть какой-то человек, который отвечает за... Знаешь, там все разрослось, потому что другие масштабы и у всех своя занятость, то есть, как бы, то, что там происходило, и мы сняли достаточно много клипов, то есть, такой, знаешь, вот прям пошел реально, вот прям креатив, творчество, мы уже не могли остановиться, мы сняли 11 клипов меньше, чем за год, вот, все это отсняли, все это отмонтировали, удивительные картинки, где-то срослось, где-то странно получилось, но самое, что классное, что они созвучны со мной, я их чувствую, понимаешь, хотя я вообще не провидики, все эти клипы, это вообще не моя история, мне кажется, что это смешные действия, я реально клипмейкеров наших хочу прямо иногда сказать, ребят, ну, слетайте куда-нибудь, месяцок поучитесь хотя бы, нельзя так, понимаете, вы так пах-пах-пах-пах, мочите это все, а сейчас, конечно, визуальщики, совсем другие ребята, потому что, там, где материал остался и использовался в форуме, я все равно не могу, понимаешь, взять, отрезать этот концерт и вообще другую программу сделать, конечно, какие-то песни остались, потому что там использовались песни из нового концерта, из нового альбома 2019, который вот вышел, вот такой, кстати, очень субтильный, камерный, такой машинный, такой, знаешь, сама я его настрочила, и, конечно, ну, представь, в оркестровом звучании он совсем другой, ну, там, какие-то композиции взяты, The Best, естественно, лучшие песни за все годы, обязательно, Юр Мхаббат, вот такие вот, да, такие мои векторные, наверное, песни жизни, я не могу их исключать и не хочу этого делать, потому что они, как-то, знаешь, год за годом получают новое оформление, что ли, такое, новое дрессинг, такое платье, совсем другое, Юр Мхаббат, она сегодня свежая, там, он, конечно, воспримет как новую песню, наверняка, а те, кто жил с этой песней какое-то время, они почувствуют, что, ух, тоже меняется, и я взрослый, и песня взрослеет, понимаешь? Человек, который отвечает за все это, ты вот летаешь туда-сюда, у тебя там транзит, не транзит, кто? Получилось так, что все-таки, да, получилось так, что мне даже само не верится, что я в качестве организатора выступаю, потому что в форуме организаторами были другие люди, вот, и я замечала, конечно, много недостатков, и это не новость вообще, некоторые есть артисты в мире, кто занимается своей деятельностью самостоятельно, то есть организовывают сами, вплоть до продажи билетов, представляешь? А тут как бы с такими изменениями я влилась, и как оказалось, в принципе, шарю, то есть я соображаю, даже в бухгалтерии, то есть можно понять, понимаешь? Если человек хочет обмануть, он это сделает в любом случае, а у меня так получилось, что я просто сразу сказала, ребят, мы сохраняем прозрачность, если у вас есть какие-то мысли, как-то это все провернуть по-другому, пожалуйста, до свидания, и как бы рядом остались те люди, то есть это команда костяк, там человек пять, а что был опыт, что тебя обманули? Ну, это не так, нисколько обманули, люди, понимаешь, всегда стараются сэкономить, ты же понимаешь это, то есть на этом, на том, рекламки чуть меньше, там вот взяли столько, ты не можешь контролировать математику, особенно, ее сложно контролировать, хотя у тебя есть, например, какая-то оплата твоя, вот, и за остальное ты можешь не переживать, но я же переживаю за качество, и я же вижу, что качество не то, которое мне хочется, да, а я-то отвечаю за музыкальное оформление, а теперь-то включилась и эта часть, но из-за того, что я заранее, еще до концертов, уже примерно представляла программу, и уже отрабатывала с оркестром, у меня появилось время заниматься еще и этим, хотя многие говорят, а как так, это же я говорю, слушайте, принц, артист, у него была проблема со своим лейблом, компанией музыкальной, в том, что первые годы он писал по 40 альбомов, я не понимаю, что это за трудоспособность, и его всегда фигачили, за то, чтобы он умерил свой пыл, и сокращал, как бы эти, то есть у него в столе очень много материала оставалось, вот, и как бы такие примеры человеческих этих, ну, так сказать, аппетитов, да, людей, кто может вот так творчески творить, они, знаешь, как-то забавны, мотивируют, что париться, да, многие говорят, Тивара, а как успевать, ну, я говорю, Всевышний, видимо, мне сейчас вот дал столько сил, чтобы я это успевала, я реально успеваю, и, конечно, Саша Гордеев обязательно при этом присутствует, причем есть и Бахром, естественно, да, потому что мы, конечно, цельная команда, но из-за того, что сама понимаешь, мы на несколько там стран находимся, конечно, у него сейчас удивительное это состояние с детьми, для меня оно приоритетное, я думаю, для тебя это тоже очень важно, но чтобы не отрываться от музыки, мы как бы вот так поделили, и, в принципе, никто особо сильно не страдает. И Машка будет на концерте? Ну, они, кстати, да, стали немножко так любить мою музыку, хотя первое время сын не понимал, а сейчас вот поет даже какие-то песни, но, ну, как, я их не интегрирую, чтобы они так были, или что, я думаю, она захочет, я спрошу у нее, она же личность, вот, придут, буду рада, и, в принципе, это, просто у нас семья очень сплоченная, и они, конечно, потусить любят, то есть, если это будет, в данном случае, вот это мероприятие, концерты, они приедут сюда очень все вместе, ну, даже просто потусить все вместе, там, на концерте, да, своей, так сказать. А ты какая мама, которая дает свободу, или вот такая вот, я же мать, которая вот бегает за каждым шагом своего ребенка? Я знаю точно, что я друг, просто у меня, как бы, в качестве мамы, по-моему, я так, не знаю, реализовался я или нет, хотя многие говорят, это вы такая трепетная, это все, я вообще про любовь, ну, да, это все обняла, и на всю жизнь, навсегда на смерть, как и любая мамашка, я думаю, но, как тебе сказать, не это, по-моему, такая облегченная, лайт такая версия пошла сейчас, во всем, и в том числе в материнстве, потому что, папа имеет свое законное место, он президент в компании, дети его уважают, любят, побаиваются даже местами, и, а мама, она такая, все сглаживает, и я такая, дружбанных конкретно, они это знают, они всегда это отмечают, и старшие, но младшие тоже, соответственно, конечно, этот, как там, как это называется, бездонное такое количество эмоций, поэтому здесь все, классно. Ты объездила и почти всю Англию, Россию, видела разные площадки, про Россию, ты ездила с ребятами из Голоса, в своем гастрольном туре, или это был твой сольный? А, с которой, эти туры, эти, они были больше двух лет, я просто уже потом сказала, ребят, давайте остановимся, это были мои сольники, они проходили в любой, это в каждой вообще извилине, там, в глубинке России, а также в больших городах, и это был ценнейший опыт познания русской души, вот так скажем, потому что, когда русский человек, образно говоря, сидит и плачет под узбекскую песню, это, конечно, более чем странно, потому что он не понимает текст, но он чувствует каким-то образом, фибрами своими, музыку, да, видимо, так, и потом, видимо, какие-то посылы, мои объяснения некоторые, да, по именно фразеологии, там, песен и так далее, вот это все давало, знаешь, такое ощущение сплоченности, то есть мы не ощущали, что там кто на сцене, просто человек, и все, да, то есть там вообще даже о языке речи нету, именно вот этот момент содержания, он у меня начался, наверное, лет 7 назад, когда я уже про форму вообще забыла, там мне иногда спрашивают, а вы джаз, а вы это, и думаешь, ну не про это, это все, то есть как бы сейчас, в принципе, знаешь, молодняк, он все-таки будет взрослеть раньше, он будет быстрее понимать, что ему нужно, и так далее, потому что мир просто, он открылся все, ты не можешь себя уже удержать, все мотаются, никуда не денутся, понимаешь, и это ни в коем случае там родину ты оставляешь, нет, это твой экспириенс, это твой опыт, ты его набираешься, потому что жизнь маленькая, а планета громадная, что ты там осилишь, сколько проедешь, понимаешь, вот такая вот штука. Твой экспириенс, твой опыт на проекте «Голос», сейчас ты как-то по-другому смотришь на ту ситуацию с Агутином, может быть, как-то ты, я не знаю, что-то может быть поменялось бы, если бы он принял какое-то другое решение, потому что, ну, ты сама понимаешь, мы тут все, как бы, переживали, переживали, это для нас шок. Ну, там было так, два лагеря, одна часть переживала, а вторая часть говорила, ой, сейчас как ее все поддерживают, оба туры, шмуры, туда-сюда, а как бы сложилось, если бы она там до финала шла. Я слышал, у меня, оказывается, кличка была «Тайсон», они называли меня, когда я была на «Голосе», но, в любом случае, период временной был небольшой, я же, как бы, оттуда сорвалась быстро, в принципе, там три полномера у нас было, хотя, конечно, я последующие номера уже предполагала в голове, и вся легкость со мной была в том, что я никого вообще не напрягала, вплоть там до мейкапа, то есть там музыкальную программу сама. Знаете, в это легко поверить, да. Это было несложно, на самом деле, потому что там кавер песни, там нет своих песен, понимаешь, но сам опыт был для меня немного странным, это было не сразу такое мое включение, что «ау, голос нет», и, конечно, с каким-то опытом, но сам этот проект, он предполагает, понимаешь, там такие ожидания, любой возраст, любая движуха, любая звездность, понимаешь, от никого до кого-то, ты можешь там участвовать, испытать свои силы, попробовать, а как ты можешь в таких регистрах, в разных образах хлопить, и так далее. И вот как бы вот это, меня немножечко оно притянуло, хотя главная, конечно, затея была продвинуть мои русские альбомы, потому что за тот период у меня их уже два было, а без, естественно, определенных знакомств и связей это невозможно, просто априори, понимаешь, какой бы ты гениальной ни была, это очень тяжело, хотя сейчас все упростилось нереально, за счет сетей, ты можешь просто быть никем, и вдруг в одночасье стать вообще кем-то, а потом, в принципе, опять забыться, потому что этот рейтинг, это такая, ты понимаешь, это же такая сволочная тема, ужасная, под нее подстраиваться, это немыслимо. Ну, по прошествии времени ты как-то по-другому смотришь на эту ситуацию? Вот у меня, я же приехала вчера с Голоса, у нас было там, ну, как бы концерт определенный опять такой, знаешь, подводка такая за столько-то лет, концерт, номера, но я понимаю, что этот опыт случился, и он прошел, и я как-то, когда в тот момент вот это все случилось, меня моментально отрезало, потому что у меня сразу туры начались, а еще я в Англии что-то записала, и вообще вот главный рецепт, который я бы хотела вообще посоветовать всем, занимайте себя делами, нравится земля, возитесь с землей, понимаешь, есть творчество, делайте творчество, просто вот главное себя не обманывайте, вот это вот, если это будет вот таким образом происходить, у тебя просто времени не будет париться на это, понимаешь, конкретно нет времени, потому что у тебя есть твоя занятость, не искусственная, а реальная, и вот когда она присутствует, у тебя заморачиваются, просто первые два часа, да, были ощущения, и я знаю, что и у Леонида были какие-то свои собственные, наверное, сопереживания, вот, потому что, ну, замечали люди, как там он чувствует, как он себя ведет, ему было конкретно некомфортно, хотя как это все произошло, почему, я всегда так говорю, голос, это вот голос Всевышнего меня позвал, я там появилась, потусила, забавно было, интересно было, сердце колотилось, все по-настоящему, понимаешь, это там как бы кто-то говорит, а, все подстроено, да, ну, априори наша жизнь вся подстроена каким-то образом, но связи вот этой, то есть, если задавать вопрос, а вот как бы вы сейчас, вот обнялись бы вы с Леонидом, или нет, он сделал свой выбор, я свой, и все, тема закрыта, мне с ним как бы дружить, общаться, ну, и ему тоже смысла нет никакого, понимаешь, это произошло, он как наставник решил, так, я, в принципе, это почти сразу приняла и улетела, все, я как бы тело не иморозила, потому что, конечно, всем интересно, все же хотят драму, а как, а что было, ну, расскажи, ты страдала, там, и так далее, нет, такого особо сильно не было, ну, многие, конечно, очень так трепетно, там, все это, знаешь, взывали к правде, ой, а как, а что там все, наверное, было подкуплено, я говорю, ребят, вот наставником самый геморрой там находиться, реально, вот это все, размулевывать, это все, вот это все, сложные, как бы, моменты все расфасовывать, это им, ну, реально тяжело, хотя, наверное, каждый по-своему сопереживает. Дальше последовали проекты точь-в-точь, танцы со звездами, вышка. Целую тучу лет назад. Да, но мне интересна эта хронология, потому что, почему я задаю этот вопрос, потому что мы, вот как бы, твои поклонники, твои знакомые, сидя здесь, в Ташкенте, не понимала, вот я не понимала, для чего Севари после голоса нужны, нужно так много вот этих вот проектов. Для чего? Они, во-первых, как бы разрывали, потому что предложения приходят, это же не так, что тебя, вот ты постоянно в таком хаосе событий, знаешь, ты постоянно так всем нужна, но так не бывает, джонок. Понимаешь, ты когда-то нужна, в какой-то момент спокойствия, потом бывает затишье даже, да, такое все векторное, все-все-все. Ну, то есть тебе предложили, и ты пошла? И в тот момент, ну, там даже нисколько предложили, там прям очень настойчиво, пожалуйста, надо, все, это хорошо. и потом, как бы ты понимаешь, что это такой, знаешь, ну, как сегодня говорят, челлендж, вызов такой немного, потому что точь-в-точь, это достаточно такая история немножко геморройная, потому что там тебе дается такое совсем неоптимальное количество времени, 3-5 дней, чтобы ты собрала образ. И причем они этот образ тебе сами навязывают, да? Нет, нет, никто ничего не навязывает, там на самом деле это все по добру происходит. Как бы по воле Бога так случилось, что я умею контакты налаживать с людьми, понимаешь, это все на общение, ты не можешь просто как робот, тебе же не 15 лет, и где-то образы я убирала, где-то образы сами приходили, и я, в принципе, их принимала легко. Единственное, что было трудно, это в себя это вживить, потому что помимо вот этого грима, там пластики и так далее, тебе надо за небом следить, во рту как-то язык там двигать правильно, когда ты поешь зубы, понимаешь, у всех же людей, и артистов разное расположение, челюсти и так далее, ты прикинь, надо спеть вот так, например. И каким-то чудом, не знаю, может вообще над всеми действиями, какими-то проектами, все-таки летает определенное, знаешь, божественное что-то, и всем дается такое, знаешь, коллективное, воспринимается вот этот, как тебе сказать, такой поток, и каждый начинает, у каждого получается практически. это было с точь-точью, с проектом точь-точь. В проекте вышка нас называли камикадзе, потому что нам давался очень короткий срок времени, чтобы мы могли сфокусироваться, сделать определенные прыжки на разной высоте. Если ты делаешь неправильную фокусацию, у тебя вода превращается в камень, в лед, и ты там что-то ломаешь, там, да, нет, рука была, она была на батуте, когда я делала, там, сначала идут тренировки на батуте, перед тем, как в воду, часа два ты там тренируешься. И там было такое падение, у меня просто гибкость рук хорошая, у меня палец прогнулся назад, я его вернула сюда. Ты нормально сейчас? Да, я уже его не помню. Ну, он немножко кривой, в принципе, у меня просто гутаперчевые пальцы, нормально. Но вот это приземление перед началом этого проекта, это была жизнь, знаешь, я все-таки как бы так волновалась, потому что я не знала, как вообще это все. Они, то есть, меня уже говорили, Севар, все уже, это как бы брак. Я говорю, так, ничего. Что болит? Вуалет? Ничего не болит, я тебя слушаю. А что держишь? Ну, я пытаюсь как-то этот. Ну, короче, вот из пенопласта мне сделали такое сооружение, досточка, и да, чтобы оно не повреждалось еще больше, и я, в принципе, участвовала достаточно, капитаном была, а потом уже пошел проект танцы со звездами, где с чемпионами танцуешь. Как ты этого лишишься, Джоанна? Такая возможность, понимаешь? Там же все и молодняк, и бабушки танцуют, а как бы ребята, которые приходили нам на подмогу, они, в принципе, все были молодые, все были чемпионы, там у меня пятикратный чемпион, там, да, был Сашка, и это вообще-то был такой, это, я думаю, вот из всех проектов, это мой самый любимый проект. Танцы. Танцы, потому что он был реально профессиональным, мы реально умирали, потому что по 10-16 часов каждый день это профессиональная доза для профиков, а мы не профики. И, конечно, вот я тогда увидела, какие актрисы выносливые. А ты себя комфортно ощущала, когда вот тебя оценивала жюри? Абсолютно. Там вообще-то уходит все, все там, я не знаю, кто ты, что ты, ты танцор, ты на подиуме находишься. Ну, единственное, смущало, когда хвалили. Это реально смущает, потому что все равно я понимаю, что я кривая, там, ну, не все хорошо, осанка у меня не то. Как бы эта самокритика, она важна, просто главное, чтобы не с перебором, понимаешь, не быть слишком скромным, слишком самокритичным. Вот эти слишком, они, знаешь, тебя немножко гасят. А если так в меру, то прекрасно, потому что люди, которые оценивают, они тоже устают хвалить. Им надо замечания делать, у них там есть свои корректировки. Я же говорю, вот эти, как бы, проекты, это Тягомотина та еще. Потому что там каждый раз все выравнивать, вся эта съемочная группа, как они это все подводят, все эти площадки, монтаж-демонтаж, понимаешь, что все, мы же все присутствовали, мы же ожидали, по 10 часов иногда ждали. То есть это достаточно такое, клевое испытание. И каждый год в этом ковыряться нет смысла. Просто ты себя потеряешь, конкретно, если ты будешь постоянно в этих вот развлекаловах, да, это будет не очень хорошо. Вот сейчас тоже какие-то поступают предложения, я думаю, потому что мне сейчас важнецкие вот эти концерты провести, они ментально для меня важны, я чувствую, что я расту в них, понимаешь. И для моего внутреннего вот этого багажа, для моего обогащения, чтобы моя душа вот не подыхала, я чувствую, что это идет такой вот виток хороший в моей жизни, правильный. Хотя я не могу сказать, что не было неправильных там какие-то события. Все события были соответствующие в свое время, вообще четко. Там сожаления нет. Нет сожалений. И что самое ужасное, что я вообще ничего не вспоминаю. Когда там начинают мои знакомые, а помнишь, я думаю, так не будем, а помнишь, давай сейчас, а что там сейчас завтра предстоит, вот это интересно. Не, ну почему я спросила про жюри, потому что как бы ты такой состоявшийся артист, такая, блин, крутая певица, артистка и стоишь в образе, допустим, кто там был, в образе Наташи Королевой. Да, это было круто. Знаешь, что прикольно? Они тебя оценивают, понимаешь? Самое кайфовое состояние это вообще не думать, что ты такая раз такая. Это, знаешь, это гибель, Джон. Если ты будешь так думать, ну это для меня так, по крайней мере, это уже все, конец. Если я начну говорить, что я крутая, да, я на площадке, где мы профессионально все делаем, я могу подучить где-то, послушать. То есть мы друг другу всегда учителя. Это однозначно. Ну, когда я на своих там музыкальных этих событиях. А вот в таких моментах легкость присутствует в моей жизни, слава богу. И как бы я, честно говоря, не заморачиваюсь, мне это интересно. Мне интересны контакты, даже конфликты, даже какие-то сложные ситуации. Разрешать их интересно стало, понимаешь? Не интересно, обсуждать, ныть, плакать. Мне интересно ситуации решать. То есть пародия, в принципе, как бы ты можешь в нее как бы окунуться и нырнуть. Да, это было весело, это было весело, что Королева, что Наташа. А потом я поняла, что как это интересно побывать в таком человеке какое-то время. То есть это тоже целый мир. Она по-своему выражала себя своей наивностью, своими тюльпанами, что там эти песни были. Мы с ума сходили по этим песням. Ты еще малышка была тогда. Но я помню реально ее восхождение. И я помню эти ощущения, когда маленький ребенок на сцене и миллионы там с ума сходят. Понимаешь? Это такая ноша непосильная для дитя, для девчонки такой молодой. Поэтому каждый опыт, просто все опыты забываются быстро. и каждый там твой мой опыт, он кажется таким бесценным, эксклюзивным, что больше такого как будто там не повторится. Хотя это все сплошь и рядом. Мы все умираем, перерождаемся, там другие люди появляются и каждый себя оброжает. То есть это действительно опыт, который ты хотела получить? Это не потому, что тебе нужна была какая-то медийность в России? Нет. Появление этих проектов, они для меня были немного поначалу кошмарными, а потом я поняла, что как хорошо я во все это вливалась. Какой классный опыт, какой мудрец вообще создатель наш, понимаешь? Он так о каждом из нас заботится. То есть как бы он любит нас всех, а вот меня он по-своему любит. Вот так. И он дал мне все события, я реально им рада. То есть я ничего задвигать не хочу. У меня нет такого ой, я не хочу это вспоминать. Нет такого. Я тебе обо всем могу в принципе очень даже так подробно рассказать. И после вот этих шоу пошло через... Мне вопросы нравятся. Хорошие. Пошла череда вот твоих интервью на российском ТВ. И вот пересматривая, готовясь к нашему с тобой интервью, мне почему-то показалось, что как будто тебе было некомфортно. Вот они что, задавали тебе неудобные вопросы или это ты приходила туда, потому что как бы надо было прийти на эти ток-шоу, допустим, да? Там сменшоу, пусть говорят там. Это по большей части так, потому что чувствуешь постановочность. Некоторую, понимаешь, там у Малышева есть своя ориентация, да, вот определенная. Меньшова, да? Да, да, да. А Малышева? Малышева это здоровье. О, черт. В общем, да, госпожа Меньшова это дочь великолепного режиссера. Значит, она, то есть у нее свой ориентир, там у программы Малахова, да, Малахова, у него свой ориентир. И как бы у них у всех есть определенные задачи, и я понимаю, что моя задача такова, то есть как бы ожидать какой-то там искренности. Да, она есть, но она была действительно для меня дискомфортной, потому что, ну, не про интервью я, Салим, не про видики я, я про концерты, про живье, вот, откровения со сцены, вот это я, да. Хотя я понимаю, что это часть, где ты говоришь, а была ли мысль там про рекламировать, ты говоришь, да, конечно, еще как, они же дают тебе, там нет зарплаты, они дают тебе эфиры, а эти эфиры дают тебе последующий концерт, а последующие концерты тебе дают определенное твое развитие, да, твой капитал там какой-то, если он у тебя случается в этих турах, потому что туры, это достаточно невыгодное предприятие, чтобы ты знал, концерты, они гораздо выгоднее, чем в туры мотаться. Связано ли твое присутствие вот в медиа России с тем, что это было отсутствие твое в Узбекистане, в медиа? что вот какой-то момент моего здешнего вот этого... Связано ли это? Ты знаешь, да, иногда вот говорят, вот там, с подачи, вот это все, вот то время, там, такой негласный, внегласный был запрет, да, то есть, когда, как бы, никто не в курсе там наверху, что я в запрете, а кое-кто хочет, чтобы я была в запрете, и, знаешь, я, наверное, морочилась, ну, может, день, я помню, ну, вот так, чтобы, я знаю, иногда, вот, бывают в запретах, там, артисты наши, они прям бедные, грустят так, вообще так прям ужасно, ничего не идет, да, но у меня, что-то я раз, все, я уехала быстро, пам-пам-пам, и потом в какой-то момент, я сама себе говорю, все-таки вот, худаем чевар, как это, понимаешь, да, и по задумке, все равно каких-то высших сил, я не могу этого отменять, понимаешь, то есть, я просто реально верю, что внутри меня есть божественный, вот этот бог, называемый его Аллахом, как это, я любые религии, абсолютно уважительно к ним отношусь, и это смешно, когда ты начинаешь что-то определенное, там, понимаешь, а это отрицать, а это признавать, не нужно этого делать, он же один все равно, и эта ситуация, которая, как-то она впрягла в какие-то такие, знаешь, напряженные такие думки, она и распрягла быстро, потому что я улетела, у меня закрутились другие вот эти вот, романы с проектами, я что-то туда-сюда сочилась, это все, и как будто бы это все было оправдано, хотя с другой стороны, здесь тоже как-то, а вот, а как, что, всем не угодишь, понимаешь, если ты хочешь быть по шарику, это надо американцам родиться, там, быть Майкл Джексоном, у них менеджмент другой, у них развитие рекламы другое, они подают по-другому, понимаешь, сама, как бы, формат музыки, подача, вот эта масштабность, ты же понимаешь, да, иногда думаешь, вот, что такое, Ширальд Юраев, какая глубина, почему его, не все знают, а вот зато там белелишь какой-то, уже вот весь мир разрывается, она шепчет там что-то, и все с ума сходят, вот, понимаешь, какая вот эта вот, такое странные вот эти вот моменты, то есть ты понимала, что ты в негласном запрете? Не, ну, конечно, все это все знали, все чувствовали, все это знали, но это такая модная штука, которая кого-то засасывает она, из артистов, а кого-то, вот, например, как меня, она особо сильно меня, она не всколыхнула, понимаешь, то есть, ну, да, да, есть это, но я же куда-то, я же нужна там где-то, понимаешь, если бы я, конечно, вообще была бы не нужна, да, здравствуй, депрессняк, все равно есть ситуации, проблемы, которые надо переживать, если вот, наверное, рядом есть какой-то костяк людей, не просто выжить, жить можно, творить можно, понимаешь, не умирать можно, потому что, ну, надо отметить, что до 40, у всех все горит, как говорится, ну, образно, у кого-то до 30, знаешь, а потом поляна так рассеивается, человечки начинают грустить, там, какие-то проблемы бывают, там, в семье или еще где-то, понимаешь, и уже у тебя очаг, он вот этот внутренний, он начинает, и потихонечку, и его надо постоянно, а как, что, рецепт есть, ой, подскажите, как, есть рецепт, чтобы себя, когда я говорю, забивайте себя работой, возможно, вот это и есть главные, такие дрова, знаешь, чтобы не дохнуть просто от самого себя. Артист должен получать гонорар за свою работу? Обязательно, любой человек обязан получать свой, как тебе сказать, результат, результат в качестве денег, и деньги надо уважать, не надо их любить, чтобы по ним сходить, но уважать их нужно, потому что они приходят, если тебе заслужено, понимаешь, руку им пожать надо. А насколько правда, правда, что ты отказалась от определенного корпоратива у каких-то там людей, отказалась от корпоратива без гонорара, и после чего попала как бы в такой негласный запрет. А, ты про эту ситуацию? Это правда? Было? Нет, ну там была ситуация совсем другая. Я так понимаю, что вообще вот эта вот моя какая-то собственная независимость, она бесит, понимаешь, она раздражает вообще, это как бы нормальное явление, понимаешь, когда люди не так раскрепощены внутренне, у меня же реально не было связи ни с какими студиями, нет, я сама по себе как бы лазила, что-то делала, сотворяла, уезжала, приезжала, а тут получился момент, ну возможно, человек просто подумал, что я там должна или там обязана, что благодаря этим людям я стала кем-то, понимаешь, тут же все в голове меняется быстро, понимаешь, картина. И тут главное просто не растеряться, потому что, ну характер у меня есть все равно, никуда от него не делаю, не денусь, гадкий он временами, понимаешь, вот, и там просто, наверное, такое не то, что там недопонимание, не хочу быть вот этой, знаешь, дипломатичной такой, прямо безудержно. Я знаю, что было предложение, чтобы мне там дали пару студий, если у меня там определенные поездки, а поездки временами были, естественно, неоплачиваемыми, что, в общем-то, вообще неудивительно. Вот, и как бы там уже такой пошел, знаешь, как бы этот, так сказать, претензия, что, а как такое, что-то еще хотите там от нас, понимаешь, и, ну жалко было, что вот за какие-то 2-3 студии, там, чего они там ничего и не стоят, понимаешь, а вызвали такой резонанс, все, и у человека вот этот вот стопор. Я знаю, что-то она там где-то говорила, даже в зале, да, что что-то там, сколько-то как-то, честно, уже не помню, потому что мне это уже не интересно, я вообще всем, как говорится, желаю все равно, внутренние посылы у меня, у меня не получается зла желать. Вот когда я была малышкой, да, я всех хотела расстрелять, вообще, знаешь, такая была злючка, колючка, а потом просто, ну, я понимаю, что он мир, он такой, знаешь, ну, что я переделаю кого-то, нафиг надо, я лучше себя переделаю, не под него, под себя, мне так интереснее, знаешь, мне с собой интереснее повозиться, чем там вот с этой ситуацией возиться, там, что-то думать, там, а, и вот это она виновата, или там он виноват, это вообще бред какой-то, понимаешь, все прошло и прошло, пусть все будут живы-здоровы, нафиг, пусть в себе там, вот фраза дня у меня, себя, пожалуйста, не потеряйте. Момент некой оттепели, да, скажем так, по-моему, настал на премии Этеров 2013. Твой выход с песней Лухом Самватанам, не считаешь ли, что это такой вот очень знаковый выход был, я знаю, что твой выход обсуждался на достаточно высоком уровне. Вау, такая ты влиятельная, девочки. Не влиятельная, просто, действительно. Ты знаешь, это был нежданчик, все, я просто, я помню, что я так торопилась, у меня же вечно меня все, ой, наденьте что-нибудь яркое, там, это все, я там была в каком-то черном платье, я помню, это вроде фигура, все, ништяк, волосы, как-то все срослось, знаешь, я вроде не готовилась, потому что это была такая, вот для меня обычная, надо съездить, быстро номер отстрелять и ехать дальше. Субтитры создавал DimaTorzok и, конечно, уже на сцене это состояние я увидела, я не знаю, там, процент искренности, как все, потому что как-то они, сложилось, да, кто-то плакал, кто-то там, я не знаю, да, там действительно плакали, сглали люди. Да, я же говорю, нежданчик, честно, и я хочу так, чтобы всегда было в жизни нежданчиков больше, потому что они тебе реально такой адреналинчик дают, и потом, знаешь, к всему готовиться, но смысла нет вообще. Конечно, я не ожидала, я понимала, видела, что эта песня, мое какое-то присутствие, может быть, и вообще общее присутствие всех нас, оно дало, знаешь, такой толчок, наверное, для всех нас, потому что песня 2003 года, вот, и вдруг она сегодня такая, какая-то эпическая, да, хотя я изначально всегда понимала, текст, он исторический, он там про все, про всех нас, про наших предков, и про все то, что всегда интересно будет, понимаешь, и, то есть, конечно, это все оставляет свой такой хвостик, скажем так, да, силуэт, просто тогда она отстрелялась и забылась, помнишь, да, никто о ней вообще особо так и не говорил, но песня, песня про Родину, а тут раз так и засияла она другими красками, поэтому, да, отметила ты, действительно правильно этот момент, я удивлена, что тебе это надо было все это говорить, но это классно, потому что я рада, что я там выглядела, ничего так, хотя я особо так никогда не готовлюсь вообще вот к выходам выступления, есть такой у меня порог. Ну, ты почувствовала, что зритель по тебе соскучился? Да, я это видела, естественно, я никогда этим, знаешь, не спекулирую, вот честно, потому что вот это вот, все для вас, мои дорогие, нет, извините, все для каждого из нас, вот честно, понимаешь? И потом ты получаешь награду из рук президента, насколько это волнительно получить награду из рук президента? Ну, вообще событие интересное, потому что у нас там перед тем, как получать награду, мы все там как бы немножко тусили, вот, и это классный был повод со многим познакомиться, вот, видишь, какая я, все равно, да, мне это всегда, мне это всегда притягательно, этот момент, не просто там побывать или что, да, именно общение со всеми абсолютно, то есть я уже перестала вообще этого там бояться, стесняться, конечно, и всегда советую, желательно, с более раннего возраста вливаться, не бояться, потому что вот это вливаться, оно всегда страшно, знаешь, да, всегда стесняешься, это же ужас какой-то панический, там, с кем-то пообщаться, куда-то приблизиться, там, и так далее, а тут я понимаю, что я, в принципе, вроде как и ребенок, да, вроде взрослый, но вроде как и дитё, потому что, ну, я себя так чувствую, и мне это состояние очень ценно, что оно во мне так работает, где-то, да, я серьезная, фифа такая становлюсь, а в общем и целом, ну, я вообще раздолбайка, да, в жизни, кто меня знает, может быть, эта легкость, она придает какой-то, такой, знаешь, формат для меня правильный, и вот это все событие, то, что подвелось это все к тому, что мы сидели в этом зале, это прекрасная женщина в платке, которая там колхозница, знаешь, она такая вот партийная, работник там сто лет работает в колхозе, держит там, не знаю, миллион человек, женщина, такую она речь там выдала, вот это больше, знаешь, с ума сводило, вот это, вот это поведение, люди, имеющие офигеннейший опыт, и знающие, что такое ценность, понимаешь, уже все, это все уже раздербанилось, уже нету, люди что знают, что такое ценность, дети, они поймут, это если там от старших еще от нас достанется, что-нибудь, а в последующих, я думаю, вообще все будет по-другому, менее эмоционально, я думаю, знаешь, так все ровненько, по-моему, хотя не дай бог, и вот это все состояние, оно, ну, я никак его не расценивала, я просто там присутствовала, я понимала, что это достойно, что награда реально мощная, и я знала, что это для мамы моей, понимаешь, вот это было так круто, это нисколько там, не какой-то романтический отход, я понимаю, что для моей мамы вот эта ценность, она гораздо больше, хотя маме моей, как бы это, у нее никаких вопросов с этим нет, она, конечно, меня поздравила, поцеловала, там все, вот, но в общем и целом, это такой очень сентиментальный момент, он важный, какие-то звания даются другими представителями, а вот определенные звания президентам, то есть вот так вот, ну, было здорово, это же все не каждый происходит, произошло, значит, так должно было быть, и слава богу. В чем смысл жизни? Ой, убей меня. В смысле жизни вообще-то в улыбке, во внутренней, потому что, ну, громадное количество событий, тире ситуации, тире проблем, кто как это расценивает, да, я называю их ситуациями, ненавижу слово проблемы, я с ними рассталась, потому что, а? Я тоже. Ну и правильно, вот, и вот эта внутренняя улыбка, она вообще тебе вот эту радугу все равно дает, понимаешь, и для этого не надо долбаться, не надо там, извиняюсь, бухать, и что-то там находить, если в тебе это напрашивается само, то это хорошо, просто я знаю, что я многие моменты, я сама улыбаюсь, я когда что-то делаю, там ситуация, проблемы, это не нервяк, такая улыбка, а конкретно у меня через улыбку все проходит, и это работает, это хорошо, потому что в жизни очень много различных абсолютно сабжек-предметов для обсуждения, да, очень много ситуаций, больных людей, я не знаю, там, детей, понимаешь, все, что тебя не обходит, ты же все это встречаешься, ты видишь это, и в инстаграме, и в жизни, в том числе, и поэтому, я знаю, что вот это вот действие, оно вообще многое разрешает, буквально, понимаешь, поэтому я за это, вот так коротко и ясно, а дальше уже философствовать можно, боже, тут что, три мешка там будет мало, вообще, там, можно туда куда-нибудь, до Монако, сходить и вернуться обратно, так что, ребят, улыбайтесь, особенно, когда тяжело, вообще помогает. Спасибо. Ну, молодцы. Спасибо.